Здоровые волосы во все времена считались одним из признаков красоты. Увы, далеко не всем такое богатство досталось от природы. Пока одни вынуждены ходить к парикмахеру ежемесячно, потому что волосы быстро отрастают, другие жалуются на то, что они будто и вовсе не растут, или растут слишком медленно. С вами канал ТопХайп, и сегодня мы покажем вам 10 крутых способов, как улучшить рост волос. Погнали! Причины плохого роста волос Не понимая причин этого явления, нельзя справиться с последствиями. Поэтому, прежде чем приступать к активным действиям и атаковать прилавки с современными средствами для роста волос, нужно разобраться в том, что именно мешает им быть здоровыми и сильными. Иногда для хорошего результата нужно просто устранить первопричину, а причины могут быть самые разные. Неправильное питание Для хорошего роста волос необходимы витамины группы В, включая биотин и железо. Если этих веществ в рационе мало, волосы будут расти хуже. Средства укладки Возможно, не все об этом знают, но гамма средств для формирования мужских причесок не меньше, чем у женщин. Все они рассчитаны на надежную фиксацию, придание объема и создание эффекта естественности волос. Но у каждой баночки с гелем, пастой или помадой есть состав, который подходит одним мужчинам и портит волосы и причёску другим. Например, спирт, который могут содержать гели, пересушивает кожу и волосы. Если использовать спиртосодержащие средства мужчинам с тонкими волосами и сухой кожей головы, то ломкость, тусклость и секущиеся гонщики им обеспечены. Какой уж тут рост? И уж тем более, чего ждать, если вы чрезмерно увлеклись такими агрессивными процедурами, как укладка с помощью горячего пена, окраска, обесцвечивание, химическая завивка или выпрямление. Стрессы и заболевания Во время сильных переживаний и продолжительных переутомлений волосы теряют силу и здоровые темпы роста. Стресс вызывает спазмы мелких сосудов, в том числе и тех, которые питают луковицу волоса. Лишённая притока крови, она может вообще погибнуть, так что стресс – одна из причин облысения. Медленный рост и их выпадение – это всегда один из симптомов неполадок в организме. В таком случае лечить нужно саму болезнь. Это могут быть кожные заболевания, такие как сиборели, шайбс, ариас и прочее. При нарушении гормонального фона, заболеваний щитовидной железы, трудностях с ЖКТ, пряди тускнеют, становятся ломкими и секущимися. И даже если они растут с нужной скоростью, отламывающиеся кончики не дадут вам этого заметить. Вредные привычки Кофе для пробуждения, чашка крепкого чая для рабочего настроения и одна для вдохновения. Сколько у вас их бывает ежедневно? Знаете ли вы, что кофеин сужает сосуды и провоцирует дефицит питания волосяных фолликулов, от чего рост замедляется в разы. Крепкий алкоголь вызывает обезвоживание организма, и скорость роста волос у мужчин значительно снижается. Генетическая предрасположенность Если в семье у деда и отца с возрастом появилась волосина, велика вероятность, что сын тоже облысеет. Однако следует понимать, что генетическая предрасположенность, как таковая, не приведет к выпадению волос. Спусковым крючком развития проблемы станет какое-либо заболевание, стресс или другой фактор. Кстати, ходить зимой без шапки, в угоду красивой прическе бесперспективно, укладка сохранится, а волосы расти не захотят. Здоровая еда и витамины По сути, чтобы вернуть пышность шевелюре, в большинстве случаев следует укрепить фолликулы. Правильно сбалансированная диета – это первое, что влияет на состояние волос, долой жирную пищу и алкоголь. Включайте в ежедневное меню витамины. Укрепление волос путем восполнения нужных минералов и витаминов может существенно повлиять на состояние и рост волос. Основными компонентами, о наличии в организме которых мы должны заботиться, являются витамины группы В, которые содержатся в таких продуктах, как стручковая фасоль, брокколи, зелень, крупа, яйца, орехи, томаты, говядина. Витамин В5 играет ключевую роль в клеточном формировании волос. В12 влияет на их хорошее состояние. Отсутствие же витамина, а также железа и цинка может повлиять на интенсивность выпадения волос. Что касается минералов, то очень важны не только упомянутые ранее цинк и железо, но и кремний, сера, мед, цистин и йод. Увеличьте в своем рационе количество фруктов, моркови, мяса, рыбы и сыра, богатых витамином А. Это защитит волосяные луковицы от влияния негативных факторов сухости и ломкости. Витамин С, содержащийся в цитрусовых, отвечает за укрепление стенок сосудов, выработки коллагена, который делает шевелюру более эластичной. Витамин Е ускоряет рост волос и укрепляет корни, так что ешьте яйца и орехи. Активный образ жизни Если у вас проблемы с волосами, пересмотрите свой образ жизни. Физическая активность, спорт и прогулки на свежем воздухе, контрастный душ – все это усиливает циркуляцию крови, насыщая ее кислородом. Кроме того, кожа и волосяные луковицы избавляются от так называемого офисного кислородного голодания. Причем не обязательно ставить мировые рекорды по бегу или подъему штанги. Достаточно небольшой, но регулярной нагрузки. Массаж волосястой части головы Кровь – это источник питания волосяных фолликулов. Во время циркуляции она снабжает их необходимыми веществами. Усилить кровоток помогает массаж. Наклоните голову вперед. Подушечками пальцев аккуратно поглаживайте, растирайте и подергивайте пряди. Стартуйте с основания шеи, постепенно поднимаясь. Задержитесь на макушке, висках и линии роста. Можете втирать масла, стимулирующие рост волос, розмарина или кокоса. Всего 10 минут, но ежедневно дадут хороший результат уже через месяц. Шампуни Средства для стимуляции роста волос можно найти в профессиональной линейке любого бренда. Шампуни и бальзамы для ослабленных ломких волос от их выпадения – это то, на что при выборе нужно обращать внимание в первую очередь. Но одного многообещающего лозунга недостаточно. Обращайте внимание на состав, где должны быть зеленые кофе, ягоды Годжи, экстракты Женшеня и витаминные комплексы. Сыворотка Активные компоненты сыворотки усиливают метаболизм клеток волосяных фалликул, повышают темпы роста и помогают противостоять выпадению волос. Использовать сыворотку для волос легко. Нужно втирать ее пару раз в неделю в кожу непродолжительными курсами. И опять же, внимательно выбирайте и читайте инструкцию. Для разных типов кожи и проблем с волосами своя сыворотка, и ее применение может отличаться от использования другой. Спрей Такое средство способно впечатлить эффектом, но к его выбору стоит отнестись щепетильно. Лучше всего перед покупкой проконсультируйтесь у профессионала, какой именно спрей может ускорить рост волос на вашей голове, а какой вам не подойдет. Хорошо, если в составе есть витамины А, Е, В5, глицин, кастровое элементальное масло, магний, цинк и различные травяные экстракты. А вот такого косметического компонента, как поликватерниум, лучше избегать, так как он может спровоцировать сухость кожи и вызвать сиборею. Ампулы-активаторы роста Концентрированные средства для активации роста решают одновременно несколько задач. Избавляют от сухости, жирности, придают блеск, являются профилактикой против преждевременной седины. В составе ампул, как правило, содержатся витамины, масло, коллаген, аминокислоты, аминоксил, вытяжки и экстракты растений. Средства втирают массажными движениями в кожу головы. Маски Профессиональные маски, стимулирующие рост волос, подбираются по типу кожи и составу. Не забывайте об осторожности. Если вы сделали какую-либо маску или приготовили отвар, перед тем, как нанести их на кожу головы, протестируйте смесь на руке. Возможно, у вас есть аллергия на определенный компонент состава. В таком случае кожа покраснеет и будет раздражена. Лучше узнать об этом заранее, а не после того, как смесь окажется на голове. Масло Традиционные рецепты, унаследованные от бабушек, тоже дают видимый эффект. Однако ими не так удобно пользоваться, как фабричными средствами в удобной упаковке. Да и на их приготовление требуется время. Однако все индивидуально, и некоторым людям народные средства помогают больше заводских. Так что ими не следует пренебрегать, тем более, что они действительно работают. Укрепление роста волос можно добиться масками с теплым репейным маслом. Его нужно немного подогреть, втереть в кожу головы, укутать голову и смыть через 30 минут. Еще один вариант маски с репейным маслом, луковым соком и жидким мылом, а также медом. Ингредиенты смешать один к одному, нанести на голову и оставить на 2 часа. Способ достаточно эффективный. Касторовое масло также эффективно использовать в подогретом виде. Теплая маска усиливает циркуляцию крови и заставляет клетки работать. Масло наносят на голову и укрывают полотенцем на 2-3 часа. Можно немного меньше. После этого волосы хорошо промывают. Горчица для роста волос И, наконец, народные маски. Маски с горчицей хорошо активизируют кровоток к волосяным луковицам. За счет этого можно ускорить рост волос у мужчин. Но перед использованием горчицы обязательно убедитесь, что кожа вашей головы ничем не раздражена. Что у вас не сухой тип волос и нет аллергии на компоненты горчицы. Для приготовления маски взять по одной ложке порошка горчицы, сметаны, любого масла, репейное, подсолнечное, оливковое и добавить один желток. Нанести на голову на 15-30 минут. В принципе, любые маски, профессиональные или народные, для роста волос подходят тем, у кого и так все хорошо, но хотелось бы лучше. Их можно использовать как в комплексной терапии, так и в профилактических целях. Однако, не стоит обольщаться. Если проблемы с волосами серьезны и вызваны внутренними нарушениями, помните о том, что от выпадения волос, вызванного проблемами со здоровьем, при помощи одних только масок не избавится. Не возлагайте на них слишком больших надежд и используйте в качестве дополнительного, а не основного, средства лечения волос. И если перед вами стоит выбор потратить несколько тысяч на люксовую маску или на визит ко врачу, выбирайте второе. Ну а в комменты напишите, вы лысый или волосатый, а также, если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр.